и мне в этот момент я глаза держу закрытым местность так грустно так пиздата как слезы я так и хочу вытереть слезы открываю ну типа знаешь а за руки что держишься мыши вот так вот сделать я открываю глаза и все кто стоят на к все наху рыдаю дальше они у так вот уж прям я смотрю дальше все отработает метр дальше всем похую все сидят просто наблюдать и он в конце рика здесь устроились удобно тогда начну этот подкаст с дэном и феди мы отсняли еще 4 мая но через несколько дней со мной случилась история подробности которой есть в моем инстаграме из-за чего релиз подкаста и съемки следующих так сильно задержались ссори и вот сейчас собравшись силами я закончил монтаж и снимаю это интро и если вам мой вид кажется понуром то поверьте вам не показалось на завтра 1 июня у меня была назначена операция но благодаря терапевту 28 поликлиники города санкт-петербург коржу не не семеновне а именно благодаря ее некомпетентности и отвратительному характеру операцию пришлось перенести потому что я на нее не успел старые буханки не место в больнице и я надеюсь что осталось и там работать совсем недолго но перейдем к позитивным новостям спасибо огромное ребятам и девчатам которые поддерживают меня на бусти особенно в такие темные моменты моей жизни там же на бусти выложено целых 40 минут дополнительного материала к этому подкасту который не вошел в основу и помимо этого есть дополнительные материалы к ко многим выпускам которые уже выходили поэтому чекайте у каждого творца свой путь и если вы хотите сделать его менее тернистым то вам сильно поможет владение базой и возможностью материализовывать свои идеи в рекламных роликах и музыкальных видео этому обучают на курсе рекламы и music видео от образовательного портала geek brains на курсе ты разберешься как расшифровать бриф и создать treatment научишься подбирать команду под проект а также работать с актерами и оператором на площадке поймешь принципы пост продакшена от монтажа и cg до озвучания вместе с топовыми экспертами найдешь свое авторское видение и создашь первые работы уникальность программы в том что с тобой будут работать эксперты из индустрии а обучение будет проходить в комфортном темпе из любой точки мира с постоянной практикой и общением с однокурсниками и преподавателями команда преподавателей обещает заниматься с тобой два раза в неделю и среди них специалисты которые работали с пепсико марс яндекс втб google переро бмв и так далее лично я потратил кучу времени и сил на то чтобы разобраться с базовыми приемами съемки монтажа света и очень жалел что мне не было возможности попасть к мастерам с помощью которых я преодолел этот путь быстрее и правильнее обучение создано как для тех кто впервые хочет попробовать себя в этом так и для начинающих режиссеров и видеографов любителей ты поймешь как с нуля разобраться в специфике рекламного и музыкального видеорынка а также погрузиться в основы съемочного процесса от при до постпродакшена важно что курс можно оплачивать в рассрочку без сильного удара по карману подробности и скидка будут в описании я надел этот джемчик повыебываться он душит в итоге как пидораса покажи я чисто такой чтоб красивым быть ним невозможно сидеть нахуй как будто блять я еще ехал короче в такси а там водила чисто чех такой знаешь я сажу здравствуй дару что центр теги для у меня приготовил для вас две истории про такси которые произошли сегодня и вчера так так на тоже их пока их нельзя рассказывать уже можно напишем и давно еще в питере я пять лет уже наверно то есть и здесь все это время был общем ни разу не пересек мы с тобой пересекали знаешь когда на концерте big грашен босса когда я то с ромой познакомился рома блять уебался вот тогда мы с тобой увидели очень плохо помню все но там было да там было тяжело там сразу уже было плохо только пришло еще какая-то жуть про короче смотрите ребята первая история значит еду я истории про такси истории про такси короче еду я чуваком у него значит вот приборная панель на приборной панели тут я на 9 и короче значит и здесь вот у него 10 видишь возле блять возле лица и значит и значит я сожгусь в ахуе так говорю здравствуйте а зачем столько телефонов поворачивается разговаривать люблю повернулся и всю дорогу ни одного слова просто блять молчок учила 10 телефонов он любит разговаривать блять и все и просто молчит следующее приезжает ко мне таксист которого зовут амер джон при можно просто джон можно просто джон можно просто джон я сажусь и переходит дорогу афроамериканец и в это время он кричит в окно типа ну да да блять блять брат слушай брат мы мы сейчас да и быстро извинять развернулся как бы и он выглядит с ебал не рубрегинь вот так вот форточку было похоже на запнег развернулся сказал сам с это частая история вот эти контрасты я на тоже на днях ездил ехал с дагестанцем у меня пол пол поездки рассказывал про молитвы как он соблюдает там он у нас сейчас просил про борту типа ты горит ну там молишься я вообще не да я не верующий он начал расскажите без соблюдает а вот меня батя строги все такое такое ну создается впечатление что он очень примерный он прямо все это чтит и потом какая-то девушка его подрезал такой шлюха сука еще таки могу только и обратно куда же режим включился ну вот короче молюсь я помолились ладно у меня есть тоже две таких истории первое короче это мой кент они обе произошли с моими кентами почему-то когда я сажусь в такси но есть одна смешная история тоже моя персональная как я сел с мужиком он не 40 минут мы ехали стояли в пробке мне рассказывал как ему сиденья задние заблевывают как его все заебали я сидел такой да понимаю блять сочувствую такие пидорасы эти пьяные все а потом как-то раз я 1703 вышел с двумя женщинами какой-то особый такой вечер я думаю кайфец вообще сейчас домой поеду вечеринку устроим я еще тоже под датой сажусь в тачку а там этот мужик я запомнил что валера зовут и такой валера здорово просто выдохну поехали и в процессе когда мы остановились на светофоре одна из этих женщин почему-то заплакала и убежала причем я и ничего не сказал ничего не сделал не просто ее переклинило почему-то что вот типа блять я куда-то непонятно пойми мне не то что ее куда-то везут и типа что я делаю я разве я должна так жить моя жизнь зарыдала и у грима серёга и типа она зарыдала и убежала я вышел типа за ней такой что такое ну блин пиздец я в метро и говорю ладно езжай сажусь обратно сид от валера пыхтит в 6 утра блять в своем солярисе такой какие все как вы заебали блять вы разберетесь ты хоть не заблевал тачку ему после этого слова иначе а про таксистов короче первое мы как-то раз корешем просто поехали типа на два адреса до меня потом до него доехали до меня я его отправляю а водила такую чисто тоже по кафе и даст охуня блять в ебали меня короче там какие-то возмущения что его копы подставили там пассажиры еще что-то я вышел все давай там сахуня куда он ехал с моим кентом он начал дрифтить на дороге просто лежит он просто он реально в смысле ты на заказе едешь он дрифтить начал на хуя а второе когда короче у меня кореш ехал с бабушкой на тачке и забрал так такой типа супер аккуратный молодой пацан все здравствуйте здравствуйте все дела ему мужик какой-то мешал выехать вышел и начал на него в пробоваться там что-то ему чесать мужик да мужик который ему мешал проехать таксисту такой мол ты не русский там вся хуйня просто опускает стекло и типа мужик начал материться и у него случился диссонанс что кореш мой едет с бабушкой у таксиста и чувак который водоёбывает матюгнулся при взрослом человеке типа старшим он поворачивается это не фильм брат 2 я тебя сейчас в рот и в жопу выебу другом поворачивается извините пожалуйста не был разъебал кайф если не вы я бы его неважно и все и патчат что вы не знаешь и поехал и спокойно все поехал дальше но мне фраза это не фильм про тебя с бабушкой сейчас разъебем друзья думаю что надо во первых представиться здесь эрик рик а мы у него в гостях в замечательном городе на Неве на подкасте меня зовут Федя Букер здрасте я тут в роли соведущего с нами Денис Грязь что Денис Грязь Дэнчик Дэм Грязюка А.К.А. Грязный А.К.А. Голден Бой А.К.А. Голден Бой А Голден Бой за Ниме или откуда да нет там так локальная шутка мистер Блэкстер золотой ребенок если хуэн аниме Голд Бой шестисерийное 90-х годов потрясающе вы видели сколько запретили аниме да каждый блядень по 10 штук просто опуху каждый день по 10 новых они делают еще жестче расскажите что у вас было в последнее время просто пока мы тебя ждали оказалось что я вспомнил гречку с которой писали подкаст как раз последний казалось что вчера но данный клип снимала дома для сегодня сегодня с утра эрик говорит такой вот ну я говорю можно матом ругаться не матом ну что говорите что говоришь ты не говорит он говорит вот была гречка и значит вот переживала что короче и жевала вырезать вопросы я говорю и он такой знаешь гречку 8 утра приехала или в 9 общем она у тебя клип снимала у тебя дома особо нет у нас а там пицца нам просто спящий дэн да да спящий красавец это у нас общий менеджмент вот и мы дружим вот как бы и настя очень понравилось никита панда за никита и мы значит я показал квартиру снял на видео и нас сказал что это очень подходит типа по ее лайфстайл у нее такая же точно такая же ей бы было оказалось что вместе живет но я сниму тебя как вронию судьбы просто живет далеко и вот и она потом поехала после этого снимать свой родной город вот они сейчас в данный момент есть гоши вишну они приехал сегодня а какая у тебя квартира пошел у меня квартира ай слушай обычная но короче знаешь что мне нравится чтобы вот зал был совмещен где-то там была кухня и диван чтобы можно было коммуницировать очистка пространство до одно пространство еще у меня одна дополнительная комната еще у меня есть гардеробная где я построил студию суши на суперкар квартиру да я там и пишусь я снял квартиру и там такая гардеробная пиздата я думаю так шкаф разобрал в ебал там этот самый хозяина не сказал и такой у меня юля говорит ну и ты не думаешь что уже бы пора уже три месяца прошло признаться что я челу короче скидываю гривот братан так и так сделал ну бля пиздец я уберу буду съезжать в бюро уголь то круто получилось это должен был сказать я здесь записал такие-то релизы такие-то песни послушали табличку тебе эту металлическую ну и просто хозяин хат это птаха он такой бля заебись буду продолжу писать там новое что-то прикинь хозяин хата птаха он внезапно приходит типа вот эти хозяева со своими ключами которые ты спешил по хате ходить мелочи ты стаканчика высыпает для мелочи так вот знаешь как бармен это мы как недавно заходили после концерта кстати гречки заходили в гараж как нас врач гараж на бранч гараж и значит залетает джонни занимал джаз найти такой это рок-звезда и он такой залетает короче в бранч гараж девчонками опоздал ты видел в бранче вот этот короче маслкар заехал туда такой типа я стою в это время идти курить выхожу он такой дюня брат не уходи я говорю да я никуда не хожу я курить он здесь я часто слышал такую тему вообще знакомых который там либо где-то жили там на кавказе допустим либо у них знакомых много что на самом деле вот основная часть скажем так неприятных людей которые находятся в россии с кавказа это как раз те люди которые они неприятные для кавказа то есть это в принципе не приятные сами по себе они как бы не характеризуют ту страну своим не характеризуют ты приезжаешь да и там постоянно очень много слышу таких историй у меня допустим девчонки ездили в дагестан казалось бы две девчонки 5 дагестан звучит жутковато но они туда уже гоняли сколько раз пять наверное у них там походы в город это вся история гостеприимства повсюду все будет спокойно было какая какая большая разница тем как какое отношение здесь ну так вот а кто в этом виноват что вот эта информация и ты вот до дагестан и ты боишься ну типа кто виноват в этом а я осмыслял эту штуку для себя и мне кажется тут есть типа два важных момента во первых типа когда ты приезжаешь оттуда сюда здесь нет старших то есть там же очень вот это вот общинность и так далее уважение все построено ты отрываешься до свободы там была у нас короче в нальчике такая ситуация что один чувак показался выпившим перед своим отцом и его его старший кореш отчитывал за это то есть типа и это вообще пиздец какой косяк прям ну жесткий но не суть короче я к тому что прям ответственность очень большая перед всеми перед старшими друзьями перед родителями и так далее а здесь а тут и не здесь у тебя нет старших и тебе трудно даже какой-то ориентир найти да потому что абсолютно другой менталитет то есть ну прикинь вот эти поживешь в нальчике где реально 300 тысяч человек где очень типа не принято повсеместно там выпивать и так далее все люди как бы есть определенную скромность вот эти традиции очень много застольных свадебных и так далее тут ты приезжаешь сюда и на думскую попадая стоят вот эти вот залитый перцем просто орки в шарах пьяные сопли пускают копы стоят вот эти вот игнорируют все что происходит постоянно музыка орет какая-то духа женщины там не просто хуевает естественно не то что хуевает они типа им кажется что хуевает смысле что очень сильно удивляются нет им кажется что насколько здесь все морально падшие насколько вот типа мы лучше чем они у нас вот этого пиздеца нет они не знают как с этим жить и почему бы нам не делать тут так как они себя ведут а там у себя вести до типа но при этом ты можешь считать себя как бы ты начинаешь считать себя лучше типа я-то из мест где так не принято я по-другому воспитан да и так далее вот это воспитание опять же отсылает к старшим к родителям к семье это очень важно и формируется отношение человек либо закрывается и типа все это отрицает либо наоборот интегрируется в это но он более как бы жесткий да он более принципиальный из-за этого начинает давить на других то есть в целом типа сами люди которые будьте здоровы которые сюда приезжают и начинают заниматься херней они сами по сути тоже жертвы среды это их не оправдывает они делают пиздец типа это полная хуйня так себя вести нельзя но это происходит под из-за диссонанса от из-за этого как бы но ты резко просто оказываешься в мире где можно как бы дать типа якобы можно и на тебе нужно очень сильно большое волевое усилие короче сделать чтобы не охуеть от этого и вообще понять кто-то и что то что у тебя все координаты сбиты ты вообще не понимаешь кто-то такой справедливости ради стоит добавить что на самом деле тоже тоже классическая история русские приезжают в америку или в европу это же вот это типичный русский портрет чувака которые в свансах по риму один в один но признаете честно у кого кто был за границу вот не пьяным не возникало желание прыгнуть там фонтан залезть какой-нибудь такой вот гадость сделать чем не возникал всегда 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 мы делали что-то подобным тут был как-то вокально как блин можете что-то не помню конечно слушай мы вот в общем вот с девушкой с моей да тоже как бы себя ведем достаточно прилично да везде вот мы когда-то полетели там давно на ибицу и вот мы летели в этом самолете самолет летит на ибицу да все все до свидания он приземлился я уже лежал вот так вот остановка и уже срывал плакат армина ван бюрена понимаешь с остановки ну то есть мне с утра горит тут и отчасти ну то ли так произошло но не сознательно надевал его типа на этот бэтмен супермен с армина ван бюрена так был рад приехать может быть это реально часть новый уровень свободы беларусь этим с этим стоит до переезда твоего ну какие вообще вот я просто я был в минске раз наверное 5 может быть но я проезд был в могилёве тоже вот это еще и на самом деле тоже вот знаете мне кажется то часть вот этот эффект туристы когда приезжаешь и все такое очень очень дружелюбно к знаете вот как все обычно говорят слушают киркора даже вот приезжаешь все чисто все хардик чисто но конечно же чисто вот чисто и пусто да на улице на которой нет людей потому что их там бьют и как бы но вот из-за этого чисто но это ли хорошо дальше а если взять момент до начала протеста в беларуси скажем типа там откатиться откатиться на полтора года назад и говорить вот о той беларуси который вот именно больше про вот этот уровень свобода знаешь что вот раньше это было как что люди которые что-то там соображали что-то смотрели интересовались кому было не очень комфортно да они уже понимали что к чему некоторые очень сильно говорили что ребята дальше будет очень тяжело и очень плохо они ощущалось в целом не ощущалось потому что но вот так вот нас забили так вот нас ну вот все говорят что вот типа вот без этого человека все не будет ничего будет все смерть был а вот раньше кто еще типа все в лаптях ходили да ты представь ну а раньше динозаврами бились да как бы палка против динозавра может раньше тоже так и что теперь делать ну как бы и раньше но знаешь его тихонечко схватили там где-нибудь несогласного чик его и нет чик его и нет завтра ты вот как эрика давидовича да там все так шумели посадили через два года уже все забыли потом вспомнили когда он вышел до накануне это самый все-таки это легко этого человека убрал и все и тихонечко палочка ему постучал по голове и все его нет и никто это не видит выходит будет нормально там курс хуяк ебнул да вообще просто там в ноль все оп непонятно он говорит не но это не поэтому это вот почему ну ладно давай хорошо подождите еще вот у меня бабушка умерла уже там сколько там лет назад вот она вот перед смертью тут подождите все вот осталось буквально но вот она всю жизнь прожила дождала вот отец мой уже там да прожил сын моей бабушки и вот я живу как бы никто еще не пока не увидел а если не о свободе политической а больше вот типа о свободе именно вот короче я просто каждый раз когда приезжал в минск у меня всегда была возможность угореть всегда какой-то именно уровень угара минского был всегда запредельный то есть как будто пацаны это вот больше сравнивая типа вот сравнивая о том что рассказываешь сыпицы вот у меня такое же ощущение каждый раз к ты въезжаешь в минск просто мы идем сразу же в васильки мы сразу заказывать конец но и недорого вкусно про и все очень тебя потом ты лежишь на асфальте и орешь хочу чтоб меня машина переехала слушай ну раньше так если смотреть может она реальный поспокойнее было вот но он как бы у нас легальное развлечение как бы они не наказуем и ну что мне упал то там пьяный до полежал ну подберутся там переночуешь там но палку тебе никто в жопу не засунет знаешь как бы вот никто не боялся кстати удивительно вот у меня было ощущение в беларуси как раз таки в какой-то степени такое что если ты вот типа легально тусуешься и так далее то ты можешь быть спокоен просто в россии что ты тусуешься там что ты куришь травку что ты пьешь и так и так есть возможность короче встрять что-то там снимаешь проститутку что-то там превышаешь скорость что там я не знаю что угодно короче всегда есть возможность встрять тебя подозрения что это же того что ты как бы когда-то в россии постоянно ты-то тут-то там слышишь случае ощущение что надо быть осторожнее ты же приезжаешь минск ты приезжаешь пару раз как бы и ты не видишь то есть у тебя как бы мало вот этого знаешь общего фона я думаю который который ты слышишь потому что я когда слышу от ребят которые допустим приехали тоже в питер из минска примеру я вот для меня как какой-то был такой мини-шок насколько там жесткость допустим с наркотой там и прочим какие-то законы очень люто где тут смотрите ребята вот я знаете такие вопросы задумывался вот у нас кардинально две разные вот у нас милиция да у вас полиция вот кардинально две разные структуры в каком плане не по букве да в том плане что вот допустим тут если ты попался за что-то да ты можешь дать денег и решить свою проблему там ну ты практически не можешь нигде дать денег и решить свою проблему и вот смотри если ты где-то ну уже во всем мире легализована на марихуана если ты покурил и даже ты вот ну просто вот попробовать решил до тебя в ебали и тебя в беларуси в ебу час на 8 лет без всяких вопросов 6 тебе сразу же дадут ты даже не понял вообще что произошло тебе уже шестерку влупили да тебе здесь бах ну ты хотя бы может родители твои могут предложить и спасти тебя за безобидная вообще но к это не безобидная но в принципе из-за того ну ты не преступник как бы еще много вариантов с тем что естественно у нас слабо соблюдается этот закон вообще-то какое-то количество имеет легально вообще-то за употребление не привлекают вообще-то может отделаться условным опции много на самом деле в целом у вас существуют да такие опции что ты допустим не продавец какой-то просто вот они как бы существуют обычно типа я не хочу клеветать но вот какой-то типа той стране о которой у нас все говорят в той россии в то и как бы ее парадигме которые у нас все любят там хайте осмыслить есть такая практика что те могут досыпать до веса после которого ты уедешь но даже с таким весом можно попасть на условку то есть типа в целом есть короче если засыпят не страшно в целом дать если попался с травкой то чаще всего особенно в первый раз это безболезненно если ты не закладчик я сути они сотка в жопе знаешь страшный момент это если ты вот попался вот так да как вот просто блять по незнанию да и от тебе досыпали ну это же пиздец да когда тебе подкидывают но это же просто ты у нас в могиле в свое время был наркоконтроль очень тону нас все там жестко да и вот словили сына какого-то чина за то что он курил а он не курил ему подбросили и значит этот батя быстренько да давай там всех чехвостить и нашли они столько дел которых просто вот челы уже сидят три года не за что они раскрываемость там повышали себе и вот люди сидели в тюрьме этому весь отдел просто под суд но ты представляешь ну как это палочная система она в целом ужасные причем от нее страдают все как бы я опять же никого не хочу оправдывать но также страдают сотрудники вот те говорят что тебе нужно высыпать там три убийства или наоборот должно быть ноль убийств да но при этом у тебя 5 грабежей должно быть где а никто не грабит не грабит в этом месте что будет грабь сам они же не по не по часам таки пацаны надо короче все они грабили не на и вот хуй его знает да кто виноват из этой вообще цепи и наваты все короче все в жопе понимаешь все страдают это никого не оправдывает не оправдывает не правонарушителей не тех кто сажает не те кто подкидывает но страдают все никому не по кайфу никто не сидит и такой бля заебись до все негативно что можно обсудить и все все это забывается быстро а запоминать только то что произошло хуёво я вот реально большая проблема вспомнить позитивно вот вопрос вот я хуел сербия хуел стипа с кавказа самое путешествие к с которого ты больше всего хуевал когда ты вот приехал и ты прям меню типа то что реальность настолько превзошла ожидания что и что у тебя прям в детстве когда сколько это было на 8 класс или 9 у меня дядька был английский хорошо знал и возил детей в америку ну типа из чернобыльских там семей но и понял по системе коррупции серьезно я туда попал как я прилетел северную каролину и был там типа три лета по целому лет был оху именно в одном штате это же не по work and travel то есть ты не работал ребенком и там они короче меня завербовали в секту там о короче это было второе лето примерно все лет чтобы я визуализировал я сейчас тридцать меня там торт актеромент ну не знаю восьмой класс можно очень мелкий ты был 14 лет короче да смотрите там в америку поначалу они меня на следующий день в этот волмарт типа там гипермаркет всю одежду тебе покупать белую одежду тебе покупают на воскресенье потому что воскресенье они хоть церковь до сидят но я думал блять церковь за хуйня приходим все вот такой экран на экране песни чувак с гитарой все круто они разговаривают как друзья сидят до после этого открываются вот такие огромные блять хуйни где жарится мясо все они там ну не пьют только минералочку чипсы ну вот значит и они на второй год мне говорят но мы съездим с группой уже россии но русских белорусских там девочек все с ними уже подружился такой балагур короче слушай не хочешь вот съездить в лагерь пионерские у них лагерь типа неделя всего лишь неделя на океане мы приезжаем на океан океан бассейн значит этот блять гольф мини-гольф баскетбол велосипеды мопеды вот только единственное условие с утра ты идешь когда встаешь в этот в эту импровизированную церковь и вечером вот все мы заходим смотри мы заходим садимся выходит чел такой так ребята блять все это вот хуйня что вы там виде я никакой не пастырь я ваш корешок сейчас его от гитара вот моя группа мы чувствуем песни диски вот там продаются бам-бам там рок какой-то хуярит и думаю слушай класс ну и мы ходим в эту церковь ходим ходим не предпоследний день он значит такой мы сидим он такой так а кто-нибудь я но английский знаю но не особо знаешь ну что там за это успел выучить и он короче говорит так если кто-то хочет подойдите сюда к сцене девки короче подхожу американцы подходят он говорит становитесь на колени сцена вот такая вот примерно мы все становимся на колени берем берите за руки беремся за руки пускаем голову он что-то там нихуя не понимаю учета выхватываю какие-то слова он повышает голос запах пошел типа как в церкви пошел запах он там что-то еще говорит говорит и мне в этот момент я глаза держу закрыты места так грустно блять так пизда то у меня катятся слезы я так и хочу вытереть слезы открываю ну типа знаешь а за руки что держишься ну что вот так вот сделать я открываю глаза и все кто стоят на к все наху рыдаю дальше они у так вот уж прям я смотрю дальше все работает метр дальше всем похую все сидят просто наблюдать и он в конце дуэвана бики на крыши меня хватит короче в этот самый заводят в какой-то короче кабинет в кабинете мне дают книжки звонят моим этим самым мне дают крестик знаешь как у военных были раньше вот эти только там было набито джиз вот так вот да такой же плоти вадись все типа блять пиздец я выхожу весь слезах эти девки на выходе я говорю я девки я все матом не буду больше ругаться никогда все мне что-то на меня нашла но два дня прошло похуй снова конечно но но типа вот так вот повоздесят вот этот момент когда все ревели вот я просто на самом деле много слышу подобных историй на даже бабуля была вот какой-то подобной истории тоже в детстве если думал да ладно это чего типа ну как будто бы тебе так пиздато и хорошо что тебе хочется заплакать и вот так как будто бы вот ты увидел может быть родителей которых всю жизнь не знал типа вот как-то какой-то чуть какой-то близость очень такое ну как с кайфом можно его взять с первым знаешь такое было что-то потрясающе конечно офигенно это когда у тебя очень много всего копится ты прямо плескиваешь там то есть это как поход психолога если пошел запах пошла музыка и вот это получается он повоздействовал на все части правильно и музыкой и запахом и общность но знаешь как символично помнишь миф про дама и его вот те кто нас тропалил на эту бежу женщины то задумайся я девчонок смогу впечатлить я пизда я пошел чтобы их развеселить я конкретно шоу чтобы вот троих развеселить троих и попал в секту сука тоже низвергнут из рая вот уже не бесплатной еды ничего рачок послушал все женщины респект женщина тема вообще вкус женщины то блять лучше чем-то там лучше без чего-то но у групп щенки новым альбом была строчка это не принимай душ мне нравится твой запах после пробежки такой вот так 30-летние люди могут такое написать не стриги ногти никогда сразу вспомнил сцену из не грози уже на централ попивая столько со в квартале когда он признал ноги девки у нее там облизывал и когда ноги или что да там куча крошек волосы такие ногти типа да там голодное детство было в гетто да в черном гетто ну короче америка респект полный вообще самом деле полный они выходят из макдональдса садятся на асфальт едят и встают ну там перекусят допустим на асфальте и встают идут и у них чистая задница у них нет какой-то пыли вот грязи а поэтому они ходят в ботинках по дому потому что у них как бы почему-то не не лепится слушай но ты говоришь по поводу виз у меня все друзья которые получали визу они ездили либо в польшу либо еще куда-то недавнее время когда скорее всего не делали за то что было ебически огромную очередь в москве нужно было несколько месяцев все равно всегда были какие-то проблемы я не помню чтобы никто просто пошел в россии получил визу и тебе в америку дать и все-таки сразу и все кайфу и брата получить ее очень тяжело американская английская виза самой сложной по моему считаются там не считая там швейцария близко самая дорогая пола но получить их можно было если у тебя есть действительно цель а сейчас получается невозможно вообще на ты можешь получить где-нибудь в ближайшей стране я вот всем на в семнадцатом когда должен был снимать батл мирона с дизастром я поехал тогда я узнал это за две недели до батла и в москве само собой был нереальным в россии в принципе нереально было делать я послушал подругу которая сделала прямо в те же дни в украине в киеве играть вот так что сделать кубля видимо рабочая схема это было огромной ошибкой потому что когда мне отказали само собой я вернулся я загуглил почему не сделал этого раньше я загуглил оказалось процент отказов русским в украине в американской визе там что-то 47 что ли ну типа довольно немного я думал больше будет все нахуй идут ну вот я пошел нахуй как раз тогда сейчас сейчас так же работает ты можешь поехать в таллинн например сделать визу просто в реалиях россии для меня это переживание по поводу виз это как знаешь если бы сказали что отменяется бесплатная сдача на права теперь все права только за деньги все таки 6 раз хотел ходить на самом деле так раньше или раньше так было вот именно типа слушайте но вы не злитесь вообще вот когда вот это слышите каждый день там из новостей тут какой-то вот дурачок вот снова что-то пизданул от которой от чего вообще просто нельзя устоять на ногах зла не хватает я в том плане что люди так свое время бесились или наоборот поддерживали жириновского когда он был но там для 10 назад возьмем когда он был более для кого-то значимой политической фигурой его же слова реально резонировали то есть кто-то или когда он 90-е там говорил кандали за райс блять захлебнется в русской сперме богдана и кто-то таки охуенно но я то вижу сейчас кто такой жириновский что он всегда был ну просто типа нон стендап комик охуительный очень смешной но это невозможно если сейчас жириновский что-то говорит я не могу это серьезно когда он был увидели как он был недавно вечерний там вечерний что-то там до слова рассказывал какую-то хуйню или что-то в духе что джо байден должен издать бой короче волчьи что поехал один момент да он не поехал он всегда таким был смысле типа всегда поэтому но это кто это зависит от того кто это говорит просто искать одну зашкварную штуку ну как бы может быть и нет да мы короче в конце 90-х когда был мелким несколько не было лет десять у меня батя был депутатом потом был живой и что логично блять и короче история я решил вспомнить самую порчу до весь вайп короче он он был в лдпр и он жириновским был типа на текстных связях у них постоянно фотки были местные от детстве думал что ебать это круто потом его подрост понял такой жириновский я подумал еб твою мать мне даже не батя приезжал там допустим со встречи жириновский там какие-то собрания были в лдпр и нагрид сынок типа прихватил тут сувениров там типа кружка жирина у меня есть кружка мячик и водка была у меня водка было короче расскажу вам расскажу вам историю пацаны я работал тогда в могилёве в белоруссии в клубе не вот значит на что закон клуб куба и назывался да ну для молодежи классный клуб вот к нам ходил чел значит он бывший хоккеист наш корешок хороший парень и вот где-то в москве он поехал в москву и в клубе в каком-то был жириновский с охранниками там и они что-то зацепились он этим охранником понадобал пизды жириновский нет и значит и выбежал жириновский и горит завтра на работу и он к нам приезжал беларусь он крыл багажник там мячики лдпр обрам пошли вместе да там и все эти значки хулички просто просто я к тому что и вот твою эмоцию могу понять я тоже в детстве думал что жириновский типе серьезная дядька потом я понял насколько он ебанутый сейчас у меня опять ощущение жириновский круто я даже на тик ток и по-другому смотрит чувак он там снимает видео говорит я ездил так переодевается серьезно но он старый же уже он же и до этого у него здоровье никогда не было ахуенный сейчас он вообще он чисто стационарный короче вот у меня блять и саша форсайта хуяна жириновского полу показывает у меня не получается на такой день рождения почему спрашивают меня не приглашаю на день рождения своя а все просто потому что в зале тысячи человек во всех остальных пригласить не могу извинить таки я сижу просто смешно или грустно смешно если бы он не занимал долго смешно если бы он что-то не решал оббита sweet это кисло-сладкий да он и так них не решает но у него зато два альбома есть чего блять вы не знаете да ну на вы не дарили альбом его русского есть два во первых у них fit серегой начнем с этого я приехал сюда делать 500 же буду короче у жириновского есть fit серега называется оля и speed эта песня мотивационная про то как типа уберечь себя от спида во первых у жириновского есть два альбома музыкальных мы их слушали как-то раз в дороге за жанр типа около шансона это хуй то просто про офицеров только каждый после каждой песни скидка только после только дальше не россияне это как горгород короче только вместо скитов про блять этого агента литературного скиты про то как лдпр охуенно вот после каждой разговоры из кабинета 2 по моему альбома и fit серегой и клип есть на с рогозином fit для вот этот я думаю рогозина слабый флоу он думает нет я типа лучше чем блять жириновские папе же если не буду фитовать на не думал что если у рогозина флоу к альбомы тоже стреляют там ради у него нихуево сейчас больше по клипу камеры не камеры не летаете камеры говорю ракеты не летают а вот блять я говорю он больше по клипам посиджая рога снимали знаете вот это с ракетами вот видите уже не так грустно хотя темы грустно я пропал что злимся мы или нет это сказать что вот мы на прошлом тоже как раз подкасте с андрюха и федя обсуждали что играл такую тему что в какой момент и ну эти эмоции они же как проявляются вот в иронии зачастую это типа пишешь им словный твит какой-нибудь формате шутки типа как у нас слова слова на тюрьму по факту да ты безусловно и ты просто это делаешь скорее от безысходности то что ну а что ты можешь сделать и и на самом деле я поймался на мысли что это даже кстати я думаю хуёво я как будто атрофировался к этому я вижу к вот я просыпаюсь блять и ставлю ленту понятно мы опять ну типа ничего нового я уже понимаю что я уже ничего не испытываю как будто и это плохо как будто бы потому что ты не реагируешь не рефиксируешь ты привыкаешь какой-то реальности которая ну я и осознаю что типа блять а я привык постоянно пиздецу настолько что даже не реагирует уже нормально типа у нас так происходит а это россия говорит это россия умом понимаю типа что это пиздец а эмоциями понятие аршином русским не измени поняла так что по поводу злость но я уже не испытываю но бля так на самом деле отчета с другой стороны блять вот я сколько понимаешь меня очень сильно отрезвляет когда мне кажется что в россии пиздец я начинаю смотреть что в других странах я понимаю что там тоже пиздец и типа причем не когда ты смотришь новости из россии о других странах да а когда ты читаешь что люди изнутри стран пишут что их не устраивает и думаешь блять вам-то почему хуёво а им тоже хуёво блять у них даже залупа тоже типа в париже казалось бы в париже должно быть нихуева нет нихуя ебаные оранжевые жилеты разъебали весь центр и сидишь думаешь на улицу выйти страшно блять и так далее и вот эта вся хуйня там постоянно у всех проблемы если у человека нет проблем он сам себе их выдумает то есть я к тому что я вообще не пытаюсь ничего оправдать но просто да везде пиздец мы живем в аду нахуй а вот интересно когда мы были мелкими на этот вопрос не замечали или реально был поспокой нему коса что родители справляются с твоими проблемами ты нихуя не решаешь ты там да пошел блять мама мне надо на обед что-то мама для этого делает ты не знаешь да там эти блять 20 рублей там пытается где-то нарулить короче а ты просто пиздец 20 когда 40 все стоит мне 20 ваш детей же не да ну из известных из известных для никого чтобы известных детей съели деды поглотили женщины белок мне кажется у человека есть несколько стадий сначала маленький ему похуй потом он подросток взрослый ему пиздец не похуй да потому что себя против как раз это из-за начала против потом он ищет себя потом успокаиваются успокаиваются к старости опять пух знаешь типа и все то есть как бы где-нибудь еще не дай бог успокоит его все понял похуй нас теперь теперь да теперь всем не пугает в россии это люди которые реально типа безоговорочно верят пропаганде то есть я уважаю любое мнение это может быть там за путина против путь на за власть против власти если может обосновать без пизды но есть люди которые реально вот они включают телеками все что транслируют они даже не фильтруют они такие нихуя себе нихуя путин поймал карандаш ну ты видела что говорили про это это же было чудо это как иисус да вот появился только что и кресло так вот повертел на самом деле по кайфу в его возрасте поймать карандаш не просто поймал карандаш это охуенно это что сняли про это сюжет даже похуй это даже смешно но вот человек ты включаешь телевизор что я подумал что ты шутишь ряда конос была зная до смысле да про то что типа ты включаешь телек чего нового путин поймал карандаш у тебя не возникает ну диссонанса что что-то не так не смысле в стране не так с путиным а ну вот то что ты смотришь это вас почему это делать почему тебя это ебет не нравится а вы помните я не знаю но дэн ты наверно не помнишь я не знаю жил ты в россии в это время или нет короче была передача по первому каналу еще когда пиздюком был лет 12 мне было было передача другие новости короче это очень знакомая была тоже по первому каналу и сразу после нормальных новостей там сидел такой дородный веселый дядька до розовой рубашки и он такой типа никакой политики зато дохуя всего интересно вот и был отдельный блок новостей я их очень в детстве любил потому что они все были позитивные но не про политику а просто пожитейские приколы кто сколько там чё напилил у кого-то питомец дождевой червь еще что ну такие типа сделаны точно так же как новости те же самые футажей то же самое оформление только мужик веселый вместо вот этой серьезно новости веселые новости пиздаты и вот это было прям тогда еще и дали сглаживать то что происходит видимо такие вот вам позитивные идея была классная кстати вообще честно ну с точки зрения даже пропаганда на пиздат да да это вот как раз очень хитрый ход то что как будто бы расслабляешься и учишься доверять новостям ты такой вот меня не на ебут на ебут вот он в отношениях же а давно лет есть вау мое почтение и как осушим нет ну типа изменять это мне кажется я такой ленивый то я мне даже вот изменять с кем-то протираться пиздец потом эти смски лови лежишь спишь там подорваться это все нахуй у меня у меня и так это паника хуярит без ничего просто с утра просыпаешься а то что страшно вот это еще терпеть не может был бы молодой да может как бы было какой-то то есть вот типа те сколько мне 32 то есть 22 лет у тебя есть у тебя бывали мысли что ты как будто бы немножко может быть упустила знаешь такую прям рьяную молодость погуляй там то есть ты же по сути 10 лет если не изменял то ты был в всю проторчал я нормально я не жалел об этом в тот момент в тот момент не жалел в этот жалею пиздец просто пиздец что произошло потом я в ахуе но да тогда я думал но я смогу сказать что тип это них они пропустил потому что опыт десятилетних нормальных отношений типа счастливых он гораздо пиже уникальнее чем опыт того что ты там в толчке понюхал и кому-то там салют абсолютно верно как сравнить что не испытал этого счастливый человек сидит посмотри посмотри на нас не отношения вот так те никто не поможет там никто не подойдет она побыла с тобой потому что типа якобы звезда там какая ты съебала с утра все и похую она сделала фотку и даже не заметил ничего а ты потом ну и кто тебе поможет не расскажешь особо да там типа вот отлично вообще на какие-то вот острые темы ты говоришь родителям не расскажешь но ты можешь типа мог бы в такой ситуации прийти рассказать об этом родить суши раньше и вообще их там все скрывал постоянно знаешь они там может быть они до 11 класса и не знали что когда когда-то когда-либо выпивал на им приходил еще такой ума я я у меня возле дома возле подъезда росла елка и я ей закусывал иголочками чтобы от рук отбить запах сик палочку у меня была палочка это специальная да и короче чтобы понимали какой был размах чтобы понимали какой был размах я сожрал всю елку она там была где-то тут полностью я короче захожу такой типа знаешь они говорят но родители уже там в комнате и лежат то что ты пришел и до пришел бам ложись спать и летит да это дивизия начинает высаживаться по коридору не пойдешь я бам в кружку одну отставила я раньше когда знаешь пьешь там лежишь пьешь чайок и крючка до пустую вторую я ищу вторую потом с утра ухожу вы на швой фу они вот реально не знали что я спецагент я да я шифровался а родители думали он бухает джин елки почему всегда если джин пусть пусть но почему вянут елки подъездом так прикиньте я один раз у меня была такая тема что я шел и научился вырывать страницы когда только из дневника и значит вырываешь одно второе остается да вот это было первый проеб когда блять надо и блять отсюда вытащите отсюда я короче вытащил один раз так спалился второй раз думаю так хорошо отсюда надо и отсюда комка их бросаю в мусорку и иду у меня еще где-то 500 метров до подъезда тот вечер мамка моя заходит домой ветер дует она вылетает из мусорки и кладется конкретно перед подъездом мамка заходит открыт смотрит бумажка дневника ну конечно же она и разворачивает там все у меня была такая же история короче мы как-то раз пацанами сидели у меня дома и и курили косяк единственный один на всех у меня короче ну собирались по крайней мере вот и мы что покурили еще один ну и вроде что-то еще оставалось и кореш разминает вот это беломорину вся хуйня и тут типа звонок в двери кто-то приходит и мы все блять мы маленькие все подкуренные дико на измене мы дико пересрались и кореш у меня выбрасывает это тип стеклопакет вот в эту просто и она падает а я не заметила этого и она берет на подоконнике на внешнем снег она прям туда втыкается и все и мы что-то ушли там посуетили мать приходит я прихожу домой мать показывает это что я такой думаешь ну как я уже загадываюсь я думаю блять сука ну почему я я такой соседи наверно выпало федя это косяк а соседи пенсионеры блять я в задницу все эти паяшки отпираться смысла нет уже все да как то получается вообще а у тебя были вот такие истории когда ты прям прилип цели чем были но на самом деле я достаточно быстро помог 14 лет выстроил такую философию да пасибо не по своей воле скорее за маму благо мама вообще в этот раз в тот раз так отреагировал охуенно короче классические подростки которые вот не любят когда контролируют там и в какой-то момент дошло до такого предела что я как абсолютно идиотский поступок я не могу представить мне кажется что подросток был такой короче в 14 это сбежала с дома кстати именно из-за той ночи я провел ночь помните может быть я не знаю были в беларуси в россии я думаю хотя в питере тоже может быть него были популярны стоянки которые храняли пацаны районные типа не было стоянных официальных люди стараются просто ебаные вообще ничего никаких ворот вообще ничего просто тачки стоят и пиздюки мы в тот момент охраняются бы с ними ничего не случилось сидят в машине я короче себал к пацанам и там в машине мы просидели всю ночь было два брата близнеца трушные металлюги это был 2003 полгод трушные металлюги длинноволосые в мерчаге по тем временам это еще были челны ну такой очень короче get get районный город именно из-за них блять я ненавижу металлику просто пиздец уважаю но ненавижу потому что всю ночь сука они мне в уши во всем металлика до лучшей группа они были ёбнуты у них погонял было полумозг типа у них один один мозг на двоих в дождь на них был на двоих братьев короче вот эта тема знаете как у близнецов когда один говорит другой договаривает вот всю ночь при металлику один говорит что-то про одно там из другой закончится раз короче что новый хозяин и метода батя они с батя такие отношения были что знаете когда вот настолько как бы уровень уважения был к нему высокий он никогда не кричал меня никогда не бил из-за того что он просто молчал в ту ночь приехал молча садись без машину он повез меня к маме они уже в разводе были у я еду я такой не так стало стрёмно перед батей и вот мы молча едем я чувствую ты ты знаете как напряжение до соскан нас на сильное плотное напряжение что ты воздуху так руками раздвигаешь он плотный блять мы приезжаем и мама короче слезах само собой где ты был там и она отреагировала адекватно она короче не стала там кричать на скала на следующий утром проснулись она поговорила со мной если хочешь свободы мы тебе дадим просто общая где ты будешь что-то делаешь делаю что угодно пожалуйста к вот ну говори все я как-то отнесся к этому с уважением я ну подумал ну ладно как бы я тогда буду ценить раз вы мне доверяете я поэтому все эти истории они меня были в до этого момента а после я допустим если пилы я думаю мам я пил окей и мама мне кстати научился отреагировал охуенно на горит суши ты по-любому будешь бухать там в подъездах вся эта история ты главное пиво с лодкой не смешно учила пить меня правильно норма все это ценно это очень нечем запретить такая тема мне кажется такая тема очень круто работает потому что ну может быть не всегда но со мной сработала что она будешь бухать реально как она всегда сработает то что уважение всегда возникнет плюс запрет он же вызывает интерес на рассказать играть не пей ты купляешь чего-то да мне не пей особенно когда ты нихуя в жизни не видел особо да поэтому вот эти истории как бы у меня были конечно вот как ты я я до 18 лет не курил ни разу то что пообещал вот после 18 я выкрул сигарету такой вот такая хуйня как как у вас вообще детство проходить за хорошее отношение с родителями я вышла родители это очень важно я знаю ты будешь смотреть перелете вам смотрит круто это круто а все смотрит обсуждается слушай я расчастся снять при родителях вот но может последний год там или два не стесняюсь я раньше стеснялся вот за столом там знаешь с ними выпитая в 30 лет и в 31 ну как-то мне казалось что не комфортно со всеми сейчас это когда ты сидишь вот уж какой фильм там начинается сцена ебли мама заходит я вообще-то это не было эротикой вот твоя мама ты думаешь что она думает что ты тут сидишь из-за этой сцены ебли все это смотришь прикинь идти поймать такая он думает что я думаю скажу он точно в этом убедиться и что делать да ты молчишь и она молчит все молчат и всем неловко радист расскажи дам как детство прошло слушай меня отлично прошло детство это лучшая часть было детство а так я жил таком районе но мы переехали и у нас значит было но в новый дом назначил был гаражный массив дальше школа никто не знал мы родили туда меня да а это цыганская школа оказалась у нас цыганский там поселок короче все как положено цыганская школа четыре класса или после там ну им похуй щитом они просто живут им сказали в какое-то время типа лукашенко сказал что вот я вам позволяю тут жить но если блять вообще хоть что-то да ну типа все и вот они там жили у нас там по ножовщина героин короче дети приносили в школу и не знали что это сами ну там дети каких-нибудь там этих вот ну и значит очень рано научился пить вино курить сигареты влияние да очень влияет очень сильно влияет то у меня попытались забрать типа с этой школы как перевести перевели мне в другую школу в гимназию и перевели в тот класс который точно такой же как-то школа я поступил я просто гимназии учился с первого класса я умудрился поступить типа я так не знаю как я нахуй туда поступил для меня это загадка изначально с первого класса да я не знаю как то ли тогда отменили экзамен или то что там был отбор какой-то а я типа нет ну я и брать из не очень богатой семьи явно не тот типа смышлененький но не тот ребенок которого готовят к поступлению в школу да то есть его чтобы дать ему путевку жизнь просто как-то так получилось то ли отменили экзамен или еще что-то и меня попался класс прям пиздец ну просто прям вот таких же как я нахуй которых по объявлению набрали единомышленники в итоге к девятому классу из 30 человек осталось 7 все остальные отчисляли столько людей отчисляют из дома съебались кто-то там перевелся кого-то забулили еще такая хуйня вот сори что перебил а ты даже не перебил я просто к тому что я понимаю вот это вот когда ты переводишься в хорошее место и там ты отброс оказываешься а я слышишь короче я но я типа в той школе был ну там типа супер бандитская школа я там нормально все там со всеми перехожу в эту типа гимназии думаю мне там уже все пацаны короче если что говорим еще дорвемся разъебем короче я прихожу в эту школу сажусь такой а я вообще не конфликтный человек так-то да и я сижу мне новенький там новенький 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 блять неделя пошла ёптую новенький новенький я и там чел угрючил без заебал не называй меня меня зовут что-то этот самый денис грязь а чё ты типа вы ебонишь и я такой думаю так ну ладно короче нужно я вскакиваю ну что хуило блять после урока встречаемся с тобой и вот наступает блять короче мы спускаемся вниз меня обнимают какие-то челы которые старших классов говорит у с кем ты сейчас выезжал ты не представляешь типа он пиздачья машина и я иду мне ноги по магни каюту так вот и думаю сука да ну нахуй и этот чел короче блять стельмаха его зовут братан передаю тебе привет люблю ценю и уважаю он застал и убежал короче блять и недавно пизды в этот день да 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 типа трехпроцентный шанс для удачи силен и и дал бы один в один была история тоже 18 лет мне 2007 я типа там челочка вся хуйня и мммода блять и короче на парочных чуваков ну там со двора соседнего типа очевидно доебаться хотят типа чё за хуйня там я вот один в один ситуация внутри пиздец страшно а я думаю бля на хули делать сейчас пизды получу и так и так газа надо хотя бы блять вывести типа но по-красивому я ему короче начал бычить и докуплял он братан типа мы с ним закорешились потом еще несколько сбухали блять вон он сидит не в момент короче ему говорю ты чё сука блять охуел у меня типа шнурки ну пизда ты чё ты хочешь блять а он типа хотел снять у меня были шнурки короче паутинка сплетены были на скейтерских могу чё за хуйня у тебя игру я мы короче начал него нагонять он не хотел типа кеды снять когда я погоняю игру ну короче ну не нагнал а сам блять внутри вот как у тебя типа ноги вот так а я ты чё сука блин стоишь да стоишь газуешь очень красиво сработало так что запомните очень быстро пропала появилась до появилась типа значки там ремешки портфельчики кроссовочки такие большие этими но у нас сразу начали бить и с такой ожесточённостью что они просто вот буквально там а ты в какой-то был может быть там культуре все времена я был быдло культуре у нас прикиньте у нас быдланы на районе самые жесткие ну короче вот у нас ходили эти милиционеры они били забирали у них дубинки забирали рации бегали по району серьезно настолько ожесточенные звери были и они все слушали руки вверх блять как сейчас просто все потом когда-то меня встречать мы с ним там с этим челом дружим он встречает меня возле магазин там что-то эмалой я такой типа он ты че еще руки ставишь по ебальнику мне баха что дружили блять что нет хуй вообще пойми это отбит из детства понял что и со школы короче вот этих тем блять с доёбками что все решает нахуй комьюнити все решает общественно потом я знаю что заметил что короче всем блять кто вы ебался в итоге воздалось нахуй по заслугам был у нас один пацан всех щемил он был жесткий с рыбацкого короче ну прям типа и башу всех люто в итоге у нас к девочку занимался каратэ он решила доебать на лестнице она развернулась в ебало ему он пролетел сломал нос у нас был чел тоже который всех в нашем классе буллил жестко даёбал у меня там и т.д. и мы такие блять заебалась терпеть ему на прогулке пошли в пятером его отхуярили просто и все и все я тогда понял что какой-то блять не будь там страшный нахуй жесткий против пяти человек ты блять ну особо клюм не помашешь и все слушайте вот я вот вам расскажу у нас значит мы когда переехали у нас на районе ну типа район еще строился и там были частный сектор кутепова а у тебя гэс 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 у меня просто блять у меня самое то ебаная было короче я жил в калининском районе а у нас через дорогу начинался выборский и в школу я ходил выборский все друзья у меня были с выборского то есть меня не было кино я не жил на я жил на чужом районе понимаешь и поэтому я был типа на своем районе я был чужим и на чужом районе я был своим поэтому мне не было ни поиграть на коробке не в баскетом это непонятно приходилось всегда блять чтобы попить пиво на районе приходилось ехать полчаса на трамвае знаешь вот это ну так просвет типа просвет блять вся хуйня вообще сокодос гражданки и короче значит и вот построился дом пятиэтажный тут общежития вот с этими чуваками жесткими да и за этим домом стоит обычный деревянный дом дерево такая его большая и значит он полу разрушенный это чел который мой дед он отказался от того чтобы ему сказали типа съем вы нахуй мы тебе дадим квартиру он горит не нахуй это квартира не надо как бы вот мой дом тут значит он был одинокий ему постоянно дети выбивали окна он их целлофаном вот так вот заклеивал он выходил с собаками и значит вот это дерево росло и в сезон непонятно там в какой кошки приходили к этому дереву терлись у него но типа когда там надо да и значит и оставляли шерсть торчала на в этом дереве вот эти мама малые пацаны значит подумали что он убивает тут убил свою семью но придумали понял 10 у нас такая хуйня дохуя был свою семью короче вот он живодер раздирает собак и вешает их на дерево и вот эти волосы и короче пришли ночью сожгли вот дом на ебать весь с ним вместе с ним это день вот они хотели наказать зло сами придумали наказали сами придумали и самим для у нас такой хуйни не было нас ушел много тоже опять же там типа кого-то блять бензином облили за 10 рублей знаешь подожди но тоже потому что ты же не понимаешь последствия и так далее но ты уже понимаешь что типа блять кто кому что должен что якобы правильно уже отличает что зло да он убил там свою семью значит он зло значит он нам тоже но видишь да он еще как бы не интегрированный в сообщество непонятно это не тот блять дед виталик который там конфеты на новый год дарит там еще что-то ремонтирует велик это хуй пойми кто он еще выходит и нахуй да ты бежишь пугаешь все это злой человек так работает пропаганда как раз в друге а потом как бы люди друг друга сражаются не понимаю за что и еще запрещено уже эту фамилию называть какую у нас все можно вроде бы вообще но в принципе путин я у нас а как можно запретить ее называть слушай я к я вот когда вот у вас были эти протесты да и на следующий день показали что ребят которых допустим словили вот из другой страны допустим из беларуси или украины там на 40 лет въезд серьезно на 40 лет и бать это очень жестко 10 лет уже живет что он сюда налог там платит да но он все паспорт у него не тут на 40 об этом не слышал но это очень слышно причем это удивительно жесткие меры для нашей страны у нас в принципе так не принято блять если на за убийство на 7 лет сажают а тут на 40 лет ограничивают въезд это прям да типа все блять раз ты тут за выебывался ты вообще не отсюда да на 40 лет и бля на навальный говорить можно 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 а я помню кстати год назад когда вот эта история беларуси происходило ты я помню посольству ходил я в москве тогда жил этот момент это был август по моему я смотрю сторис твои думаю бля респект дэну во первых во вторых забавность том что я жил вот вот ты стоял в этой очереди и напротив дом в пяти метрах я там жил три года вот шестнадцатого по девятнадцатый это блять как бы мой район такой привычный я постоянно выходила в магаз через белорусское посольство ходил и я такое дубля охуенно то есть и там людей же было много то есть слушай это настолько было нечестно ты прикинь мы приходим к посольству но типа да каждый должен проголосовать везде сделать выбор по вас и пускали же помада мы стояли вот вокруг этого посольства кольцо закольцевалась и это был не один человек а это огромная очередь и она уже вот так вот по кругу за этот день сколько там прошло 100 человек а на специальном месте чего роста и они пускают одно человека в час прикинь ты меня ребята значит мои говорят мы уже вообще вот тут вот возле входа типа становись сюда мы пришли и во время прям в 00 минут все мы все закрыты и нету ну бля чем говорить а потом мы приходим короче это ж убили тогда получается чела прикинь во дворе во дворе своего двора он вышел значит и они вешали тогда ленточки эти да и вот эти два снимать а он короче горит ничего снимать типа наш двор ну мы так хотим чтоб так было ну его давай гасить там и убили вот значит и все начали выходить и мы пошли тоже вот антон кульпинов басист лсп вот мы с ним вместе вышли мы только подходим с этими плакатами и полицейский ваш подходит говорит чё вы там откуда я говорю ну вот мы это самый английский пизда просто вы себе не представляете такие град сложили только гритты его вот так вот кому-то покажет все жопа тебе постоять постой а ну так но это что же ясно политика явление это греческая сама по себе это его взаимоотношения внутри полиса взаимоотношения между полисами между свободными городами но фишка в том что блять политика в полисе нахуй была доступна только для свободных людей а свободные люди это сколько 10 процентов населения греции от вот 10 процентов и решают а 90 это рабы который о которых в летописях нету которые философами не были нихуя не делали у них были нормальные условия все пизда то они даже могли вы купиться да там получали деньги что-то имели и так далее но это не свободные люди они вообще нихуя не решают и в самом как бы изначальном виде этого понятия уже было предусмотрено что решает определенная часть то есть решает народ но народ свободное все остальные кто как бы начал на ком государстве на ком государство стоит она блять они как бы вот работайте пацаны кайфуйте вот вам вино блять как хлеб там чё сортир значит древние это я не помню греки или римляне по моему греки них не было туалетной бумаги у них была палка чтобы жопу вытирать общая естественно многоразовая она была них было несколько они в уксусе стояли якобы дезинфицировать какие жопу уксус какой какая гад а ты свободный человек вот твой уксус макай слушай насколько вот возвращаясь к детству насколько вот то что ты впитывал в детстве короче скажем так насколько отличается твой персонаж и герою из альбомов из песен с тем что ты вообще если вообще персонаж пацаны полностью блять переношу а мне их они подвозят что но короче вот если сейчас взять все треки которые есть никто не разберется где правда и в некоторых моментах вот когда чистая правда говорит ой блять слушай вот заебись было когда ты писал про себя а вот когда начал не про себя уже началась хуйня ты должен можешь привести пример во что именно не верят мне как раз наоборот казалось что типа дэн вот это все впитал прошел потому что ну могилёв допустим какие-то региональные города провинции в россии это же все очень похожая история вот эти все 90 этот все это же близкая какая-то атмосфера мне кажется ну вот я тебе говорю вот все вот эти истории что писал у нас вот раньше я уже вот кому-то рассказывал что у нас раньше ребята вот прикинь в школе короче у него все хуёво у него папа какой-то там подполковник полковник у него мама учительницы в школе у него хуёво пиздец он с водку с нами пьет в этом там в подвале на и значит у него плохие оценки он значит он приходит домой и перед прихода мамы вешает типа чтобы она зашла в этот момент увидела что он вес не ругала да и не ругала его поэтому да и это самое игры вот я сейчас думаю а если вот бы она прикинь вот ключи не пришла просто не пришла реально там к подруге поехала на день рождения ну то есть все это был пиздец и они вешались чтобы показать что типа вот пиздец да уже кашу блять вот хуёво там у меня что-то это у меня получается во дворе у меня один повесился чел второй повесился он расстался с этой а этот просто так вешался потому что у меня в реке не но вот у меня вся вот это ну тип почему спрашиваешь у меня там петля там это но все у меня все там связано с повешенным почему-то все вешать просто мне тоже было интересно потому что это достаточно давно слушаю как вот слежу я еще и за группы джон доу тоже прикалывался поэтому мне тоже вот было интересно и блять вообще рад познакомиться с большим круто что мы тут сегодня все сидим я думал что буду сидеть дома в компьютер играть роман показывал четырнадцатом году получается что и не понял тогда был там короче он изначально он и я когда с ним познакомился я ему просил чтобы написал мне песни для тексты хуйня блять говно ебаная я пишу там что-то он говорит вот послушай лёху там никонова почитай я почитал спиздал начал и таки он блять это же лёха никонова наёбываешь и я потом думаю короче не хочешь выпускать а всех выпускает олег голос поэтому пускать гринчи там да у него проект выпускает меню нахуй пойду свою группу сделаю и потом типа появилась потребность в электронике к нему приношу песни говорю вот мы это мои песни ничего не пили в ее можно пизди просто напиши и скажи сколько стоит и все он послушай гульту охуенный текст и не прислал я верю тебе что-то присылал и без заебись ты пацан ну и вот он потом вступил до после этого и мы начали просто я собственно и за знакомство с ромой не помню как мы с тобой познакомились абсолютно потому что потому что он заслонял все блять собой когда это что заслонял мы просто блять с ним встретились ну типа вот гримерка big russian boss он попросил меня грилза померить на открыли трагерами грилза когда был я помню я малой был такой поменьше вот и что мы с ним выпили литра и гермастера и все и дальше меня уже как-то мутно чё там мы с ним выпили литр прикинь это вот типа между делом хуяк и литра нет не потом он уебался в ограждении все и на этом уже его не почему он вернулся мы продолжили все пить дружно да он вернулся я уже сам если честно у меня вторая половина там то там все там уже гумос какой-то было поэтому я в целом вечер помню вот ну блять 30 минут а зал ожидания зал ожидания год 2017-16-17 бля я вспомнил раз мы рома вспоминаем я вспомнил историю пиздатую когда мы турили мы просто с мы жили весь тур с мироном мы жили вместе с ним больше месяца поэтому как бы привыкли типа спишь чем и блять это очень сближает был уходный момент как к моменту когда вот эти вот эти пиздюля тебе уже перед твоим лицом висят пиздюля и ты вывозишь тем что ты на сам наглеешь а хотя внутри страшно был момент когда мы ехали в каком-то поезде в какой-то 14 год был не помню какие-то сибирские города зима холодно очень и мы заходим поезд а нас ночной поезд был мы заходим и понимаем что короче а если вы помните это были супер обостренные отношения между россией и украиной 14 год это крым вот это все мы садимся в вагон и понимаем что весь вагон контрактников и типа наши два купе вот между блять ними в эпицентре они уже само собой так как поезд ночной тех водочка там селедочка они такие бля там шум гитара и мы идем по коридору ищем свое купе мы ищем свое купе короче и пока мы идем по коридору слышим уже эти классические фразы типы эти пиндосы блять мы их там нахуй бля и у нас порча с нами порча который на английском а уже нихуя не вдупляет что говорит там и мир он тоже на английском и мы слышим такая тишина потому что они услышали пиндосы тут тут уже братан так и было блять потому что открываются до сих порчу взгляду так лиц такие америкосы шум и не не короче на на позитиве обижаешь брат на чисто русском они чисто русский вайп кстати узнают упорчанского вот блядь из он молчал ближе к русским чем порчи наверно нет никого да из иностранцы во-первых гетто лондона где он воспитывался очень похоже в принципе по менталитету вторых он кучу раз говорил что португальский на русский пиздец похоже он плен русского понимал изначально из-за португальского по какой логике блять мы короче садимся по купе хам понимаем что блять напряженная обстановочка всю ночь ехать и я был в купе вам с ромой помню с рудбоем и с мамаем вроде бы с не ошибаюсь и короче а там стенки тонкие и мой прессоруд все как бы они я понимаю не короче мы слышу что не специально провоцирует арут там типа в своем купе блин еще типа заваримся к ним нахуй там ну короче терпим какое-то время терпим блять через час все как бы видно что те уже вскипели такие ну нагрелись мы уже едем там где-то ночью и короче к нам в купе стук короче дед такой лет сорока и два таких просто быка здоровых даже да и этот туда же блять типа кулаки почесать и короче ну чё типа пацаны кто будете начинать и вот я к слову о роме просто почему это все рассказываю это был буквально не знаю неделя по сначала турнице больше неслись если не ошибаюсь и рома еще плохо знал да как бы охуел я не жал такой темы мы такие терпим терпим что болтаем с ними и рома такой рома все это время молчите там в полке не знаю что там в мобиле сидел или где наступает какой-то момент такой бля ну видно что короче он как будто может быть рок-н-ролль щек был он все такое типа ему не страшно там получить пиздюлей только на завтра он слезает такой бля вы чё нахуй вы чё думаете мы пиздю короче он так и садил их охуенно я не смогу передать этот вайп который он создал но вы вы зная его врубаетесь он говорит вы чё думаете мы пиздюки что ли мы чё не слышно чего там пиздите говорит и короче это длится минут пять наверное он их прямо прессует сильно так они что-то говорят но сразу контур блять контр контр как-то назвать контр-панч короче словесный и дед какой-то момент который вот этот старый там служивый он такой этим ван пацаны пойдем-пойдем забрал этих быков в общем такие такой романтику для и рома и чё все давайте давайте они разворачиваются аху отсюда пойдем их выебем блять да дать теперь мы их вебем это было охуенно это то подумал просто рома это человек который я вас спрашивал год и блять пиздился вообще вот типа ну вот последний раз как он где-то мне похуй ягод подбегаю чайку сразу мы глаза закрываю кулаком в горло битп так чайку убить можно еще за них он кричит мне блять я бегу мы короче поехали с ним когда-то из лсп в этот в ростов-на-дону на концерт значит нас селят в отель после после концерта все естественно выпившие мы сидим в отеле он так и говорит так поедем с шаурмой я я сижу пьяный игры слушать я в халате в тапках поехали такси уже вызвал я выхожу в халате в этих тапках мы приезжаем на какую-то шаурмичную а вот сюда вот сюда мы подходим стоит очередь короче в этой очереди пока мы ждем три драки одновременно они просто стоят зацепились закусились и пиздится а это так я щас тут кому-то а ты потом подлетаешь их вырубаешь я не брутан блять давай так не будет блять я простою просто в тапках блять от водилова он знаешь но выпит и все типа я щас тут блять а ты подлетаешь их выруба конечно просто подбежать ударить и потом это как кент который вебимая сразу же сразу сейчас я бля я его выключу уже конкретно и вообще кстати немножко такая капля грусти когда я писал этот пост в инстаграме по сути смерть рома это была единственная за может так говорить ну да по сути единственная смерть за которой я плакал после смерти отца типа вот именно за смерть человека потому что причем мы с ромой были в контракт после тура потому что там у нас из-за девушки была история не сильно так чисто чисто прохладно было все на самом деле банальная вещь наверно у меня было ощущение что как будто бы я что-то важное не успел ему сказать или там чтобы он мне что-то сказал и странное чувство потому что повторюсь у меня были с ним достаточно такие прохладные отношения все равно было какое-то вот у меня такая была особенность как будто бы он быстро из-за того что видимо у него не было каких-то вот барьеров в общении и был похуй он говорил что у него на уме из-за этого ты чувствовал либо люди отсеивались мгновенно либо оставались те кто либо чувствовали от большой близость потому что он тебе говорил все как есть эти это как бы цепляла чувак был конечно пиздец рок-н-ролщик наверное самый рок-н-ролльный что я знаю вот блять истории просто за один тур там с ним миллион как как в ростове он какой-то какой-то какой каких-то шлюх нашел и шлюха только сделала операцию на сиськи недавно они еще не заросли а у меня во время ебли короче с утра сижу ростов кстати тоже был сижу короче там жду пацанов пока соберутся и смотрю рома сидит в кау пьяный вот так около стены футболка белая как у меня вся в крови выгибать ты чё чё случилось он такой нормально нормально потом я узнаю историю что он поехал там какой-то шлюхи который сделала сиськи у нее сиськи не заросли до конца а у ней она и начал хрестать так по сисками во время ебли у нее швы разошлись блять если кого-то хрестать по сиськам похлопай ну и сидит он это есть кровью блять из этой сисечной с романом то все понятно а вот денис грязь от и рок-н-ролл чик для и раньше был я раньше был вообще дикий час мне так страшно я вот сейчас могу выпить чуть чуть больше чем не то чтобы я могу быть даже не пьяный уже просыпайся тревога страшно каком-то рок-н-ролльную историю из тех времен есть у тебя как-то сиськи оторвал простите и забрал с собой против он с имплантами еще сиделся блин у меня особо таких не было наверное у меня все там связано с там со всякой вот этой наркотической темой но я не хотел бы базарно а вот а сейчас вот как концерты проходит вообще перед концертом чуть-чуть выпил как бы и чуть-чуть выпил после теперь касательно что-то разогреться да чуть-чуть совсем просто чуть-чуть чтобы знаешь когда еще концерт же у тебя не каждый день правильно тебе ну страшновато неудобно выпил чуть-чуть тебя там розетта на выходных был типа мы выступали в москве короче я понял что я мой год не выступали с чуваками я тоже так типа выпил пару стаканчиков виски ну и в смысле 50 грамм чисто вот чтобы это я понимаю что вроде давно этим занимаюсь песни все знаю мы репетируем вы поняли на как-то типа душе узнаем концертов было немало да но все равно как-то вот каждый раз и это круто потому что если бы этого не было начинаешь проебываться да просто начинаешь типа либо типа уже как бы теряется сам не хочется выступать типа чё тогда сегодня эту тему со знакомым обсуждали и говорил что она про подкаст спрашивать готовимся я переживаю с такое я перед каждым подкастом волнуюсь и переживаю потому что я и я короче рассказал эту историю про артистов с которыми как бы это момент обсуждаю и практически все какой будет там небе ческий опыт не было там 500 концертов неважно стадион и концерт всем страшно волнуются и потому что это как раз охуяна тема потому что ты значит переживаешь за результат значит из будешь стараться выложиться как раз важные станочки что не волнуешься кто ты значит видимо относится к этому как работе ну сейчас полтора часика там читаю и по домам на самом деле типа мне кажется что волноваться и обосраться гораздо труднее чем не волноваться и обосраться типа вот если ты не переживал то проебаться гораздо легче чем если ты постоянно переживаю да потому что и ну готовишься и контролируешь эти вопросы хотя бы там хотя бы хоть как-то а чё по музлу его знает короче вот делаю они заебали доебались до меня вот все хотят фундук мертвеца 2 да вот я думаю вот слушай ну вот в этом же есть прикол что есть момент чего-то неповторимого да что вот оно пах и не будет в другого есть вот одно и вот это вот одно слушай дальше будет лучше или хуже будет ну по-разному а чё тебе вот интересно слушать 40 одинаковых песен все равно не понравится скорее всего это вот чаще как часто когда люди ждут они же типа они не понимают сами они ждут оправдание своих ожиданий да 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 то есть они ждут такую же песню вот как было то чтобы их то опять так же зацепило как там 16 лет в подъезде ему включили он ебать раньше я сталкивался вот ну типа читаю там некоторые комментарии да вот выходит там сундук мертвеца не пишет 5 ну давай дальше делаю дальше а вот это вот хуйня а сундук мертвеца был пилотик классика сам это же самое час типа вот вот и вот та хуйня была неповторимая вот эта хуйня а вот у вообще пилот но для просто слушайте разную музыку и балдеть но последний твой релиз как читаешь оправдал твои собственные ожидания вот весь перформанс красивый с расчлененкой с приколами и так далее как просто это же сложный в организации типа процесс стоил стоил ли он для тебя этого для меня стоил на выходе нихуя ну то есть клипы не смотрят ну то есть вот допустим попсовый клип какой-нибудь там холода там посмотрели там полмиллиона да а тут хотя ну типа есть история на придумали история которая непридуманная ну то есть там каждый шутки да есть доля шутки и то есть как бы одна цельная хуйня клипы идут как сериалы ну типа все не доебись слушай смотри как фильм балдеет но у тебя видишь это называется премиальная аудитория когда она небольшая но люди максимально включенные то есть он посмотрела 20000 человек на эти 20 тысяч человек реально хотят блять 20000 я вот каждый раз об этом думаю это 20000 человек это в масштабах блять интернета и нашего там музыкального как музыкальный парадигма мало вообще 20 тысяч до хуя если честно его 20 так да где-то есть 20 тысяч заинтересованных людей которые тебя услышали задумались и пытаются разобраться это блять то есть типа могли ли люди сто лет назад или 50 думать вообще о таких масштабах для как бы не 20 тысяч представьте 20 это больше олимпийского от прикинь забил блять вот сколько там в олимпийскому 20 тысяч забить даже не то что в реалиях скорее мне кажется когда у тебя допустим выходит какая-то череда клипов по полмиллиона ты ожидаешь роста автоматически да если его не происходит и как будто бы в осадке остаешься даже если там за 300 тысяч собралось и все рода хуя но ты такой муж блять 300 меньше значит что ты сделал не так на это проблема большая мне кажется креатора типа вот именно создателя который как бы не ценят который ты привыкаешь оперировать цифрами то же самое когда у меня была блять история battle battle рэпом к ты привыкаешь оперировать там просмотрами пять мультов там шесть мультов три миллиона тебе кажется что это уже обыденность большие цифры блять ну реально и причем но ты же не берешься своим творчеством конкурировать там с условным салджеем да с каким-нибудь там с моё там да то есть это же другое творчество конечно совсем это это абсолютно другие вещи то нельзя даже нет смысла абсолютно да и плюс 20 как бы типа клипа которые набирают у меня точно то же самое набирают по полмиллиона просмотров они чаще довольно простые типы ну то есть хуйня у меня 300 тысяч набрал клип снятый на iphone человеку короче должна быть понятно вот предельно понятно то вот о чем ты да ты без ты начинаешь какие-то смыслы там глубинные потайные продумывать ну типа это непонятно делаешь у тебя же своя . восприятие может вот он типа это часто встречается к то что тебя очевидно в плане смысла другим людям не понятно них нет твоего опыта после если более видишь если говорить что у тебя музыка в большей степени да такая автобиографичная ты говоришь о том что ты пережил они-то этого не пережили откуда человек блять из питера который вот здесь вот где-то блять живет очень хорошие отзывы идут и вот люди пишут что типа знаешь где-то там помогаешь где-то там что-то от меня чего-то там спас а где-то вот это охуенно правильно когда просто тебя послушали и завтра давай пиши следующий трек да а когда человеку это реально где-то чё-то вот это твоя миссия есть правильно помочь человек это и быть артистом ты что-то изменил то есть прикинь даже если ты блять своим творчеством изменил кардинально жизнь одного человека это уже вся твоя жизнь уже окупилась бля все это трек уже полностью блять все окуплен оплачен это вот как ты блять кто хочет стать миллионером играешь у тебя несгораемая сумма и все ты уже 30 тысяч получишь в любом случае дальше больше как говорил юрий никулин очень просто сделать всю планету весь мир и счастливыми достаточно каждому сделать хотя бы одного человека счастливым тогда весь мир будет счастливым условно если ты помог этому человеку пиздец там как сильно например за выбраться из петли например а я думаю что таких и не один наберется гораздо больше того было то это уже многого стоит поэтому вот ошибка большая в том что я понимаю это на самом деле то что я тоже как допустим когда человек который пускай какие-то ролики когда вижу что просмотр не собрались я практически с этим справился скажем так с внутренним этим ощущением что что-то делаю хуёво на самом деле держу всегда в голове мысль о том что мы так устроены люди мы в принципе жадные там до денег до всего если мы заработали там не знаю зарплату нас 50 тысяч мы хотим чуть больше и так до бесконечности хоть у тебя будет 18 миллионов там долларов в месяц ты будешь еще больше хотеть потому что будешь находить причину для того чтобы их потратить поэтому у нас всегда возникает это мнимое ощущение что если тебя потом короче всегда должен быть больше чего-то но не факт и как бы это не знаешь что плохо потому что ты на самом деле очень прав если позволишь я просто докручу чуть-чуть как раз таки вот это и называется блять премиальная аудитория корр аудитория ядра 20 тысяч просмотров на это 20 тысяч людей которые включены которые придут на концерт как всегда с тобой уже до которые блять поддержит тебя если трудно будет и так далее и как бы она они подчас гораздо более ценные даже в мире блять капитализма где рекламодатели там спрос и так далее гораздо более ценный чем 500 тысяч просто рандомных просмотров то есть блять 20 тысяч просмотров на клипе дениса грязь гораздо ценнее чем полмиллиона просмотров на клипе бомж делает сальтуху ну да там ты хоть кому-то помог хоть одному из этих 20 тысяч тут бомж даже себе не помог летний бомж не помог и на самом деле я просто к начинаем переживать из-за того что там за спрос из-за просмотров и так далее типа я всегда начинаю сам себя спрашивать а что ты переживаешь и чтобы ты хотел идти по отчете не хватает и прихожу к мысли да ты охуел просто ну то есть и занимаешься любимым делом получаешь за это бабки есть возможность реализовываться просто берешь мысли я это придумал ты это сделал нихуя себе у тебя все возможности есть знакомства блять связи аху ел слушайте алгоритмы вообще прослеживаете почему когда смотрит мало почему смотрит мало и когда много да почему да я стараюсь у вас такие соображения иногда есть но иногда это вообще блять у меня иногда нет непонятно это посмотрели а то не посмотрели да но обычно типа есть логика когда опять же типа когда ты попадаешь в какой-то тренд там если музыки в плане звучания если в плане видосов какую-то либо повестку либо в какую-то сферу интересов людей вышло в удачное неудачное время и так далее сколько у тебя было конкурентов то есть условно я не знаю там вышло пять подкастов блять там не знаю у дудя у поперечного подруги хуюги там еще что-то и твой подкаст да и он затерялся где-то среди них люди не могут поглотить там пять роликов по два часа быстро актуально вот тебе там падение роста а например там блять вот я хороший пример знаю так было с треком камри 35 уже все слышали он же ты пульнул отчасти ну и мне кажется во первых из-за тик тока во вторых потому что он вышел по 1 января или в праздник как тик токова да там но в тиге его в тик токе изначально увидел типа и суть в том что короче он вышел когда у чувака он вышел первое новогодние праздники к нихуя не выходила было пустое инфопространстве и типа и он вам появляется да и все смотрят да и везде и сразу же плейлисты пустые все пустое его сразу подтягивать нихуя как бы жанр хип-хоп качаем прослушивание все но это уже работа там да типа других служб ну да мне кажется это удачное стечение обстоятельств но в целом вот во многом от этого зависит то есть можно просто неудачно выпуститься поэтому мне кажется главное хотеть и делать потому что я у себя думал что творчество это марафон пока ты бежишь ты и ты типа в деле это места будешь занимать таблицы ты кто-то есть как только ты остановился у тебя не последнего места не будет ни первого никакого все а потом еще хуй бы возможности вернуться до до финиша еще и понимаешь в любом случае поэтому хочется вспомнить такую мысль и хуяную которую мы обсуждали с одним уже уважаемым господином про стоицизм я помню как будто бы говорил же но похуй я часто говорю мне просто нравится очень что на самом-то деле люди могут контролировать ну по если верить стоицизму люди могут контролировать там буквально три вещи это свои мысли свои действия свое отношение к происходящему поэтому создавая творчество ты не можешь как бы регулировать просмотры или гури регулировать сборы людей ты можешь просто делать что-то то что ты хочешь то что тебе близко то что тебе нравится о чем тебе хочется высказаться и просто принимать как бы я зрели близко людям да да то есть ты не можешь контролировать поэтому такие вещи как бы не совсем правильные за них там переживать к примеру потому что ну я не говорю что как бы не стоит то что возможно но тоже можешь на самом деле типа мне кажется что можешь но убиваться из этого не снял безусловно то есть ты можешь сделать как бы как в английском говорится do your best да ты можешь делать самое из того что от тебя зависит то есть ты должен быть уверен что свою работу потом просто смотришь как уже это будет да ты старался на максимуме любом слуда и все типа как бы ты больше как уже пошло так пошло лучше ты сделать нему вот у меня тоже выходил альбом я тоже сался пиздец а блять не спала сидел на хуй и блять там блевал и так далее думал ебаный в рот ебаный в рот а потом ты понимаешь что это не от тебя вообще никак ты свое выразил а дальше вот пустил этот кораблик на волны человеческого бытия мы с фил недавно учли обсуждали эту тему до дня буквально я я писал год назад твит я вот здесь как раз здесь стояла кровать я помню год назад просыпаюсь от того чтобы лет в 10 утра какой-то ебический шум на столько трясутся оказалось истребители пролетали учениях перед 9 мая это написал твит что типа в чем прикол для меня если я как ветеран который пережил и помню эти вот страшные они тут да блять чем не прикол блять слышите ты еще раз пугающий этот шум самолетов и вертолетов это жесть какая-то и я читал на эту тему охуительную книжку мне посоветовал артем хорев из анакондос года три назад наверное тема вообще респект воспоминания о войне николая никулина это питерский чувак который блокаду пережил он очень долго работал здесь пармитаже там охуенная история самой книги просто хочу немножко про него рассказать посоветовать кто не читал может быть собственно по названию книги понятно что это что-то вроде дневника где он вспоминал какие-то свои пережитые вот эти моменты и он и он написал семидесятых когда понял что ему же то что у него внутри вот это сидит многие года он же не может себе это держать и он каком-то там санатории в латвии когда отдыхал он просто там несколько месяцев сидел и он писал эту книгу в стол потому что он боялся это еще были советские времена он боялся где-то это озвучить и опубликовал лишь 2007 уже с осовремененными правками то что уже понимал что уже 17 лет как там совок исчез можно в принципе его друзья уговорили он не хотел долгое время и там начали книги есть офигенное предупреждение от него что там он еще пытался себя фильтровать то есть самую жесть он еще в книгу не включил но даже при этом когда ты читаешь ну из-за того что он человек культуры он очень классно пишет поэтому ты читаешь это жесточайшие просто события несправедливости написанные охуительно при но неприятно в этом контексте не подходит николай никулин воспоминания о войне эта книга которая я просто никогда не интересовался прям глубоко второй мировой но когда вот в 17 году и прочел я просто охуел насколько он он как бы показывать всю правду матку как есть и причем знаете когда он есть знаю точно тяжело передать нужно все-таки читать но когда он пишет он не он не пытается причем знаете как бы он не пытается приукрашивать и потом был полный пиздец просто рассказывать вот было так так ты читаешь думаешь и обмануться просто и там ну я могу перечитать миллион примеров там собственно из этих примеров и состоит книга глобальной несправедливости и очень быстро становится понятно на самом деле после этой книги откуда у нас не год не буду за всех но в целом откуда вот в этом в этом русском менталитете есть многие черты характера потому что ты понимаешь как был устроен как была устроена война как людей послали просто вот ну наших смысле просто так там пиздуйте а все понимают что они на смерть идут а если не пойдешь не расстреляют ужин те как бы не было выбора и я понимаю что это как бы так все знают когда читаешь от первого лица когда человек все это прошел и когда он рассказы как он причем все это в районах питера происходило вдвойне интересно читать то что он знакомые места тебя описывает и когда он рассказывает что в какой-то момент тут было поле через неделю он возвращается там уже столько трупов что они в 5 вот так слоев лежат причем кого-то там узнал и так далее вот идешь по трупам буквально и вот как он эти ощущения описывает так как бы ну обычный будет не день причем как бы он дает понять что это полный пиздец но он настолько к этому ты уже привык а ты читаешь думаешь ебануться как бы все вот эти опять же то что от первого лица он это все описывает очень ты ярко впитываешь поэтому блин книга потрясающая вот очень рекомендую и она очень классно показывает как это все устроено изнутри скажем так поэтому раньше же было очень не принято даже до сих пор не принято ругая скажем так все что происходило со стороны советского союза а он это делает и он так делает это по фактам разъебывает просто максимально поэтому очень интересно лишь просто у меня какая мысль была по этому поводу только в чем что в целом к ты живешь в какие-то от блять мы живем сейчас в пандемию нахуй тоже важный исторический момент если честно в полный пиздец для экономики для людей как бы практически мне кажется каждую семью это затронуло это такая как бы нихуевая штука и и наши люди которые будут читать об этом через 20-30 лет до до них если ты будешь описывать подробности будет а особенно если типа ты живешь в каком-то маленьком городе где нет нормально ведь помощи или в стране там в италии которая пиздец пострадала но мы уже с этим смирились вот идешь по вокзалу я говорю вот эта мысль о том что люди все в масках копы все блять напряженные всех шмонают блять снял маску штраф объявление соблюдаете социальную дистанцию везде дезинфекторы тогда 17 за это вот реально как в half-life и как ты выходишь блять просто в начале 2 half-life вайп абсолютно тот же самый а мы нам нормально уже ты этого не замечаешь ты свыкся тут та же самая хуйня когда типа есть какие-то вещи масштаб которых мне кажется человеческий мозг не каждый может просто осмыслить и обуздать вообще ты просто смиряешься ты просто такой это реальность она вот такая что трупы в пять слоев это пиздец ну как ты видишь от пиздец каждый день ну да пиздец я суть ржавая вода из крана течет но если она каждый день из крана течет слушайте ну а чё будет происходить представляете если вот об этих событиях вот которые сейчас происходит он будет узнавать там наши или не наши дети да и вот что будет если вот они будут узнавать вот из из россии 21 или там какой там россии вот если все эти новости будут звучать так как вот и хотят им преподнести они так как они были на самом деле да что будет знать вообще вот из этого времени а с другой стороны знаем ли мы сами как происходит на самом деле у нас же есть своя точки зрения вот у меня есть мысли по этому поводу я не уверен что они во всем верны и так далее то есть я могу рассказать со своей точки зрения ты можешь своей ты можешь burned свои мне кажется это единственное что нужно донести до своих детей просто личный опыт то что ты точно видел блин то в чем как бы ты уверен хотя бы как-то этого достаточно остальное вообще типа не знаю история сложная штука потому что сколько раз она переписывается сколько раз выпущение дополнение и так далее если ты понимаешь что доступ к этому есть в принципе у всех то есть любой какой-то власть имущий да там группировки или сфера книжечка по истории переписывается про это вообще говно вопрос сталин пиздат и стал сталин хуёвый позволишь кому-то писать о том что ты в чем-то там вы можете не соглашаться но оставьте хотя бы это чтобы я мог сказать и за это мне ничего не было я постоянно это в себе душу когда ты понимаешь тебе кажется что человек говорит вещи с которыми ты не согласен да всегда трудно найти в себе силы признать что у нее тоже есть право на мнение что он может так думать и что он не тупой долбоеб который ничего не просто он другой у него другой опыт может он прав это самое жуткое если он прав а ты нет это как в шаолине есть такая тема там практикуется что они говорят нет типа плохого и хорошего человека есть другой в любом случае если ты даже допустим вот я там физически развита ты нет значит это не потому что ты плохой а вот то что другой да он типа нет никаких категорий как хороший целом типа категория добра и зла не настолько ну блять я часто об этом говорю у меня просто границы размыты у меня образование этическое поэтому мне долго этим мозги ебали ты постоянно видишь что как бы это в целом мораль она пластичная она подстроиться под любое общество будешь сегодня хорошим и завтра плохим если как бы окружению будет так а есть у нас такое что вы ждете опять же я просто так быстро фильтрую все разговоры там с разными творческими личностями тоже две таких наметил штуки что есть люди которые относятся к творчеству как к ремеслу эти оказалось бы это как будто противоречие какой-то а есть те которые ждут музу у тебя же не будут сидеть прокрастинировать прям все пиздец я придумал и делают трек допустим а есть те кто делает 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 и нарабатывать скилл вот бля я раньше ждал музу было такое да нихуя не дождался ждешь а потом я где-то увидела это по мою лёха даже сказал да нет никакого горит вдохновение типа чушь поповская просто ебаешь блять и делаешь 10 раздел на 11 ты уже блять знаешь как делать немножко лучше чем в первый раз и у тебя уже получилось лучше на завтра у тебя еще лучше получилось но все так просто делаешь а вот это вот типа я раньше тоже думал про музу и про все нахуй на нихуя на не приходит это книжку почитал и потом все что-то пришло так это потому что книжку почитал там да до этого они потому что муза антон бендер из этого появилась папе что не сегодня запись доктор зодьберг услышали я обожаю бухать мне на все поебать короче пей это наши тела на одну две минуты это вот тоже нужно влять понимаешь короче такая там всегда я виталий единород просто лет и проект их да это их проект там там достаточно известные ребята и из animal джаза и и жони сходов и джонни конечно же и там илюха есть из какого из шнура ленинград ленинград до из ленинграда там и в общем хорошие все хорошие очень люди ребята собрались до чтобы дать всем пизды а по поводу творчества видишь я же такая как смерть автора в том плане что похуй что-то имел ввиду главное что люди услышали также с методом ты можешь как угодно получить результат неважно хоть ты его блять с походя хоть ты его выдрачивал хоть что хоть и блять спиздил неважно важно что люди в этом услышали на самом-то потому что если ты можешь донести до людей свои мытарства вот эти что я сидел там блять продумывал если ты можешь донести до них чтобы они это услышали это значит у тебя есть в первую очередь талант донести до Они таланты, потому что у каждого Есть аппарат восприятия, все могут видеть Анализировать, представлять вопрос в качестве И умение объяснять Поэтому как бы важно, что люди Если люди увидели, как ты охуительно Ибанулся Но я предполагаю, что На самом деле, тут есть такая мулька Что, короче, все начинающие музыканты Они думают, что Вот какой-нибудь большой альбом Там вот клипы Викинда с последнего альбома Что это там референс страха и ненависть Лас-Вегас И они такие думают, нихуя, он так это показал Что люди это увидели И такие тоже пытаются, а на самом деле это в пресс-релизе Просто написали, блядь И пресса такая, а, вот А люди там сидят как Я думаю, дополнительное смысл На самом деле Если ты создаешь что-то, в чем люди находят Постоянно какие-то смыслы, это охуенно, по-моему Типа, творчество живет Творчество живет само по себе Вот и создавай, блядь, и работай Есть у нас паблик, 9 целых, музыкальный Куда все это выкладывается Как раз мы там с гостями Выкладываем подборочки треков, которые они слушают в последнее время Чтобы ты скинул треки в паблик попозже Сколько трек надо? 9 Ну это потом вместе с подкастом Я, короче, начал, извините, что перебью, начал изучать кальянрэп Тема, охуенно, тема Я, блядь, все, как у меня там Джонни У меня Эльман и Андро Я и всех знаю теперь, я всех, типа, пацанов Слушай, они пиздато поют, они круто Ну, текст немножко стыдноватый Главный бар Не, знаешь, когда я услышал, что буря мглое небо кроет Я думаю, вот это пиздец Типа уже и пушкин, да? Не, мои любимые все равно Джаро и Ханзо Я считаю, что А какая у них песня, напомню, какая-нибудь одна любая А, королева танцпола? Все, тоже мои, пацаны Тоже мои, пацаны Они нормально, они же записали сейчас какими-то там испанскими этими Кальянрэп же, вы знали, что нахуительно канает в Латинской Америке? Типа они прям их разъебывают, да Ну там ритм же такие Да, таким похуй, типа, в смысле, да, и они прям их Так, я говорю, вайпы, там похуй на слова вообще I got love, меня геншпилером дига Самое просматриваемое видео на русском ютюбе I got a love of skill I got you, my man Фишка в том, что Короче, вот даже с Филом Мы недавно обсуждали Джастин Бибер и новый альбом Если убрать стереотипные отношения Типа, фу, бля, Джастин Бибер Охуительно, я видел Да, пиздец, как круто все Я тоже не понимаю, что они Не, ну было, было, раньше, вот в детстве было Типа, Джастин Бибер, ты серьезно? Да, мы с тобой Все стремяли Когда он маленький был, да? Когда он ребеночком был Стремались говорить, что слушают А вот сейчас такая хуйня, я подумал Какая-то срань была, а не музыка, потому что, типа, не то, что сейчас Не, было что-то там, ну не суть Скорее, вот в мировоззрении Что, типа, ты даже не слушая его Уже изначально относился негативно Не слушал, но отрицаю Да, да, такая же хуйня с кальян-рэпом И мне недавно Мой кореш хороший Причем металлист крутой очень Гитарист, он Говорю, чувак Кальян-рэп, это, блядь, музыка Богов, нахуй Так, а что ты будешь кальяны слушать? Ты будешь слушать, ебать Горгород, нахуй Будешь сидеть и напрягаться, да? Слушать смысл там понимать Ты будешь слушать, а на кондос Ты будешь, нет, ты хочешь по кальфу посидеть Даже, даже похуй на кальянные Ну, я в кальянных принципе не бываю Я дома же можешь послушать Тоже так же с кальфом Дом и кальян покурить можешь Так вот, и в чем суть-то Если отбросить стереотипно вот это ощущение Точнее, восприятие об артистах Там же, пиздец, как все круто сделано Охуенный вайм, охуенный ритм, блядь Вокал, все это проработано Ухи клипы, пиздаты, все пиздато У меня вообще никаких проблем с кальянным рэпом У меня было, признаюсь, признаюсь У меня было, я такой, бля А послушал, понял, что типа ебать Просто у меня, объясню, почему Негативное было ощущение Потому что Ну, у меня нет источников, где я могу Случайно музыку слышать Кроме такси И в такси я слышал, само собой Низшую вот эту ступень Типа ужасный текст Какие-то вот подражатели, короче, слабые И я решил ознакомиться с как бы С теми, с кого берут пример Типа там Яги Нэншпиль Ну, теперь там Яги Яги Нэнди Панда Я не бы сказал бы, что это кальян Ну, они прото-кальян рэп Хамалина Не, ну реально Хамалина Вай Хамалина Вай, да Блядь, мне еще, знаешь, какой нравится Вот этот Типа Кайф ты поймала Тебе всегда мало Знаете, это тик ток кальян рэп Это вот это, когда они так делают Не, ну да, там вот в этой Как бы в этих приколах Про Абу-бандитов было там Типа Твои подружки хотят ко мне В Панамеру Говорят мне о любви Но я не верю Охуенно Там еще и строчка Я выбрал тебя Остальных ссорик Кайф ты поймала Слушай, сколько про Панамеру, да? В последнее время песен было Черт, все доебались Ну, это из-за Гуди, блядь, мне кажется Алиса Ключи песню Кайф ты поймала Ключи и конфас Песня кайф ты поймала Конфас? Наверное, я не знаю И заверши под этот трек Красивенько Я не совершил его, кстати Ну, нормально, прикольный Типа Ну, для тик тока Прямо там дроп, что надо Сейчас И вот он, да? Пошел, пошел, пошел Я не верю Пошел, потекло, потек, лавит Я выбрал цвет на тебя Остальных ссорик Пацаны Сделайте такой трек Сделайте такой трек Ну что, господа Да, охуенно Поздравляю Поздравляю, блядь Поздравляю, ребята, очень приятно Очень круто было Охуенно Я вообще рад Знакомство Нормальное Да Да, спасибо До свидания.